Для участников клуба «Активное долголетие» стартовал новый сезон. Какие активности ждут женщин старше 55 лет и мужчин старше 60? И с каким настроением леверчане пришли на первую встречу после летнего отдыха? Расскажем в сюжете. В округе клуб «Активное долголетие» открыли в сентябре 2020-го. Танцы, компьютерная грамотность, волейбол, настольный теннис, катание на сабордах и многое другое. Каждый найдет занятие по интересам. Третий год я занимаюсь в клубе. Начинала я с кружка рисования. Затем по сей день занимаюсь в Наташинском парке скандинавской ходьбой. У нас великолепный тренер. С удовольствием туда ходим заниматься. И вязание. Деткам, которые излечиваются онкологическое отделение в Балашихе, после химии теряют волосики девочки и мальчики, мы вяжем короны. Жизнь продолжается, и мы вот этим и живем. Сегодня жители серебряного возраста снова встретились, чтобы поздравить друг друга с началом нового сезона, который продлится до конца мая. На концерте звучали любимые песни их юности. Артистам подпевал весь зал. Очень ждали нового сезона, долголетия. Соскучились о песнях. Такая радость, так приятно здесь на вечере быть. А потом мы будем бегать, ходьбой заниматься по парку. А утром там встречаются спортивные занятия по физкультуре. Так что будем все здоровенькими и не будем толстеть. Эти концерты будут проходить по четвергам, не только в Триумфе, но и по всему городскому округу Люберца. Потому что ко мне подходят жители и хотят и в Томилино, и в Красково, чтобы мы приехали с этими концертами. А концерты это только старт нового сезона по активному долголетию. У нас проходит и выполнение ГТО нормативов, и активная скандинавтская ходьба, и много-много всего. Люберцы, место моей силы. Люберцы, мы это семья.